Австралийские и новозеландские инженеры, похоже, имеют особую склонность к созданию одних из самых интересных и прогрессивных мотоциклов, которые когда-либо видел мир. Одна компания вышла на передний план в конце 90-х с обещанием вывести на мировую арену мотоцикл австралийского производства с очень радикальным дизайном, который привлек внимание всей индустрии своими уникальными и передовыми технологиями. Компания Ханвик Халам возникла благодаря партнерству между австралийским бизнесменом Родом Ханвиком и инженером Полом Халамом. Ханвик был хорошо известен на австралийском рынке, как владелец дилерских центров Action Motorcycles в Мельбурне и Сиднее. Пол добился успеха после переезда в Австралию из Новой Зеландии в начале 80-х, работая инженером в компании такого гиганта, как Сузуки в Сиднее. И как бывает в подобных историях, Род, опытный бизнесмен, решал все деловые вопросы компании, а Пол был талантом, одаренным инженером, получившим возможность воплотить в жизнь свои самые смелые и дальновидные идеи. Кстати, отец Пола, Фрэнк Халам, был известен своей работой в качестве главного инженера команды Рэпко Брэбхэм Формулы-1 в середине 60-х. Старший Халам основал компанию Фрэнк Халам и сыновья в Джелонге, где Пол и его брат Эндрю изучили инженерное ремесло и развили свои способности. В то время, как семья Халам была неразрывно связана с автомобильными подвигами, когда успех двигателя Рэпко Брэбхэм в сезонах Формулы-1 66-го и 67-го годов занял свое место в истории, Пол все это время тяготеет к двухколесным гонкам. Но Халам был не первым мастером, с которым работал Ханвик. Его первым мотоциклом должна была стать конструкция, предложенная еще в 1994 году новозеландцем Кеном Макинтошем, в которой находился Дукаттио-подобный V-образный двигатель. Но дальше деревянного макета дело не пошло. По одной из версий, Ханвик увидел один из проектов Халама, сильно переработанный Харли Дэвидсон Спорстер, в одном из выпусков Australian Motorcycle News за 1994 год и связался с ним, чтобы обсудить возможность разработки совместного австралийского мотоцикла. По другой версии, сэр Джек Брэбхэм, хорошо известный с Фрэнком Халамом по проекту Рэпко Брэбхэм V8, рекомендует Пола в качестве главного инженера проекта. Первоначальное задание, предложенное Ханвиком, заключалось в том, чтобы создать мотоцикл, основанный на V-образном двигателе. Первой машиной станет байк с очень смелым названием Босс. Современный круизер, нацеленный на то, чтобы превзойти Харли Дэвидсон, будучи высокопроизводительным маслбайком, который затмит все, что выходит из миллоки, сохраняя при этом непринужденную эргономику. Вскоре, после первоначального задания, к списку добавилась вторая флагманская машина, модель X1R. Спортбайк с объемом двигателя 1000 кубических сантиметров, нацеленный на то, чтобы расширить пределы конструкции двигателей шасси Ханвик Халам. Также был еще предложен и третий вариант Rage, Naked с двигателем на объемом 1100 кубических сантиметров, который заполнит нишу между Боссом и X1R, а также будет конкурировать с Ducati Monster. Все три модели используют единое шасси, каждая нацелена на доминирование в своем классе. Разработка машин находилась в строгой секретности в течение трех лет, пока двигатели и шасси не были построены и испытаны. В 1997 году проект окончательно вышел из-под прикрытия и машины находились уже на поздней стадии разработки, а производственные мощности были готовы к работе. В ранних пресс-релизах говорилось, что мотоциклы Ханвик Халам на 85% состоят из австралийских комплектующих, что является замечательным показателем для небольшой компании, не имеющих прецедентов на рынке. Двигатель был собственной разработкой Пола Халама. Базовая архитектура на первый взгляд была относительно стандартной. V-образный твин с жидкостным охлаждением, развалом 90 градусов, четырьмя клапанами на цилиндр и двумя верхними распредвалами. Истинный гений был в деталях. Несмотря на жидкостное охлаждение, цилиндры обладали достаточно сильным орибрением, чтобы улучшить отвод тепла до такой степени, что масляный радиатор был сочтен ненужным. Так как одним из приоритетных целей в постройке двигателей были дальнейшие простота и удобство их обслуживания, головки цилиндров состояли из нескольких частей. Распределительный механизм, камеры сгорания и выхлопной коллектор разделены на отдельные блоки для быстрой и удобной замены в случае повреждения. Одна из инноваций от австралийцев. А вес клапанного механизма был вдвое меньше, чем у традиционных альтернатив того времени. Далее идет целый ряд новаторских по меркам 90-х решений, предложенных Халломом. Клапаны установлены под небольшим углом в 26 градусов. Оптимальная форма камеры сгорания в сочетании со специальной конструкцией поршня создают завихрения, обеспечивающие более эффективные сгорания смеси, повышение мощности, крутящего момента и снижение выбросов. И это только начало. Клапанный механизм Ханвик Халлом фактически был спроектирован на основе уникальной пневматической системы закрытия клапанов переменного давления, которая, внимание, каким-то образом работала за счет газов, отбираемых из цилиндров. То есть полностью автономная пневматическая система КРМ, которой нет даже в MotoGP, где она появится лишь спустя 6 лет. Будет использовать также пневмоклапан, но с отдельным резервуаром сжатого воздуха для поддержания правильного давления системы. На канале есть отдельный выпуск, посвященный этой технологии, но если вкратце, то такая система устраняет риск так называемого подвисания клапанов, значительно повышает пиковые обороты двигателя, а соответственно и мощность. Стоит также упомянуть, что мотор Ханвик Халлом спроектирован таким образом, где столкновение поршня с клапаном невозможно. Невероятно дальновидное инженерное мышление. Силовой агрегат был еще и напряженным несущим элементом мотоцикла, точно так же, как в гениальном Britten V1000. То есть требовал жесткой установки в шасси, не имея возможности ослабить вибрации путем резиновых опор двигателя. Он был оснащен революционной системой гашения крутильных колебаний, гидравлическим демпфером. Он более компактен, чем громоздкий балансировочный вал и имел более широкий диапазон демпфирования. Питался от вторичного масляного насоса. Система смазки в двигателе Халлома еще одна уникальная особенность. Фактически это конструкция с мокрым картером, работающая с главным насосом в качестве погладителя низкого давления. А коленчатый вал используется в качестве собственного масляного насоса. К сожалению, точные детали всех систем, используемых в двигателе Ханвик Халлом, остаются скрытыми. Так что визуализировать или понять наверняка принцип работы уникальной технологии в данной ситуации, к сожалению, не удастся. В теории такая конструкция снижает требования к размеру первичного масляного насоса, что по словам создателя еще раз является прямой экономией мощности двигателя. Даже при низких оборотах такая конструкция обеспечивает давление и объем масла, намного превышающие требуемые для текущей конфигурации двигателя. Это предусматривает следующую, не менее удивительную технологию для мотоцикла 90-х. Все силовые установки были оснащены вертикально расположенными двухвальными коробками передач с постоянным зацеплением, которые сконструированы как модульный блок. Такое решение сводит к минимуму длину двигателя, упрощает доступ для обслуживания и является еще одним примером общей концепции мотоцикла. Было еще объявлено и о планах электрогидравлической трансмиссии, которая будет использовать то самое избыточное давление масла в двигателе для привода гидравлического механизма переключения передач. Эта система может использоваться как полуавтоматическое без сцепления для гоночных версий или просто автоматическое подходящее для круизера, включая еще и контроль тяги в 90-х годах. Задняя подвеска была примечательна установкой регулируемого амортизатора White Power сразу же за рулевой колонкой. Длинная балка, которую на первый взгляд можно принять за часть рамы, проходит вдоль всей правой стороны двигателя и соединяет маятник с амортизатором. Эта система, получившая название Ramrock, освободила ценное пространство за задним цилиндром, позволив наклонить двигатель без ущерба для колесной базы или расположения выхлопа, что в свою очередь позволило точно настроить распределение веса внутри шасси. Решение Ramrock позже будет принято на вооружение самим Пьер Луиджи Маркони при разработке шасси Bemoto SB8. Он сослался на заднюю подвеску Ханвик Халлом, как источник вдохновения при проектировании. Колесная база составила 155 см для модели BOSS и 132 см для X1R соответственно. При этом геометрия X1R позволяла выдвигаться до 140 см, что было очень уместным решением при таком заряженном силовом агрегате, технические характеристики которого я раскрою для вас совсем скоро. Каждый компонент Ханвик Халлом, кроме вилки, колес, амортизаторов и тормозов, был разработан с учетом первичных принципов машины. То есть шасси и двигатель были спроектированы с чистого листа, как гармоничное целое, а не два отдельных объекта внутри мотоцикла. Его процесс не ограничивался соображениями, которые преследовали крупных производителей, работающих в рамках консервативного следования существующим идеям. По возможности отдельные компоненты выполняли несколько функций. В этой методологии, конечно же, неоднократно проводились и несколько неудобные сравнения с другим революционным мотоциклом, также своеобразным Твином, и также с той стороны света Бриттен В-1000. Два работающих двигателя были завершены и испытаны в начале 1996 года. Первый, предназначенный для установки в Босс, имел объем 1350 кубических сантиметров и мощность 109 лошадиных сил. В то время как движок X1R имел 998 кубических сантиметров и впечатляющие 142 лошадиные силы. В обоих случаях мощность измерялась на стендах, и приведенные данные соответствовали мощности на заднем колесе. Эти цифры позволили бы Ханвик Халлам значительно опередить конкурентов, с которыми они столкнулись бы в конце 90-х годов. Это было задолго до того, как появился Харли Дэвидсон Вирот, в котором был установлен современный высокопроизводительный Вэтвин в шасси Круизера. Конкуренции ему мог составить разве что король светофорных гонок тех лет Ямаха V-Max, но у Ханвик Халлам был огромный запас по мощности, чтобы отобрать у него звание сильнейшего пауэр-круизера. Работающий прототип BOSS был готов осенью того же года. В начале 1997 года проект был представлен прессе. Любопытный на вид пауэр-круизер был встречен с несколько сдержанным энтузиазмом. Стиль был определенно странным. Смесь передовых технологий и высококачественной ходовой части, обтянутые коренастым кузовом, и одиночное сидение, окруженное массивным кожухом очень причудливой формы. Необходимость, поскольку радиатор размещался под сидением. Без кузова BOSS выглядел как ультрасовременный мотоцикл, свидетельство работы Халлама над двигателями шасси. В одежде же он выглядел как что-то наспех собранное, где вся красота инженерии оказалась замаскирована странной эстетикой. Мотоцикл был встречен достаточно холодно. В то время как в свет вышел BOSS, хорошо это или плохо, макет предложенного Naked Rage также был собран в дизайн студии Ханвик Халла, но был приостановлен, пока продолжалась работа над прототипом X1R. Здесь было больше обещаний для чего-то потрясающего и достойного демонстрации инженерной мысли Халлама. Если BOSS был идеей Ханвика, то X1R полностью принадлежал Халлому. В то время как постеры с BOSS уже полным ходом демонстрировались на разворотах в популярных мото-журналах, в тех же изданиях стали появляться и небольшие эскизы полностью обтекаемого супербайка, намекая на очень интересную новинку. Когда законченный прототип был представлен на острове Филиппа в марте 97-го года, он застал весь мир врасплох. Гладкие органичные изгибы первоначальных эскизов были точно переданы в углеродном волокне и металле. Изящный дизайн с длинной передней частью выглядели абсолютно зловеще и не похожи ни на что. Обвес скрывал некоторые механические детали, но оставлял центральную часть мотоцикла открытой, обнажая приводные ремни и извилистые выхлопные трубы. Радиатор был спрятан под углом в массивной носовой части, через центральный канал в него поступал прохладный воздух. Остров Филиппа оказался первым тестовым полигоном X1R, который никогда не появлялся публично и до его представления ограничивался ничем иным, как тестированием на диностенде. Инсайдеры компании отметили, что это была поистине игра, по принципу «всё или ничего». Окончательная сборка бесценного прототипа происходила на месте за несколько часов до того момента, как Пол Халлом представил своё творение публике. Опытному гонщику Малкольму Кэмпеллу, между прочим, единственному, кто смог одержать победу на Хонда NR750 в своё время, вручили X1R для нескольких парадных кругов по трассе, где мотоцикл показал себя безупречно. Несмотря на то, что никогда не ездил своим ходом до этого дня, X1R стал мгновенной сенсацией, которой тут же окружили любопытные зрители. Это была настоящая угроза для существующих производителей. Ханвик и Халлом, не теряя времени, выставили X1R в бой, несмотря на раннюю стадию разработки. Учитывая, что Ханвик Халлом на тот момент ещё не произвёл необходимое количество машин, требуемых для амалогации, X1R был представлен на чемпионате Австралии по Супербайку 1997 года в качестве прототипа. За победы не должны были начисляться баллы, но компания получила бы столь необходимые опытные наработки в разгаре гонок и хорошую рекламу в надежде, что к 1998 году они смогут построить достаточно серийных экземпляров, чтобы претендовать на полную амалогацию в серии. К сожалению, всё началось не так хорошо. Столкновение с гонщиком на Kawasaki ZX-6R в первом повороте привело к падению, в результате которого машина бесцеремонно соскользнула в гравийную ловушку. Во время последующего ремонта кевларовая стружка застряла в топливном насосе, в результате чего X1R не участвовал в следующих заездах. Большинство вспоминают этот позорный старт, но немногие помнят, что X1R продолжил соревнования в течение следующих двух сезонов, даже заняв второе место на мероприятии Thunderbikes в Eastern Creek. Результат стал ещё более впечатляющим из-за того, что Кэмппелл плохо проехал квалификацию и был вынужден стартовать в задней части сетки. Более поздние соревнования в классе супербайков принесли респектабельные восьмые и девятые места, что очень недурно, учитывая, что X1R был одноразовым прототипом. Дорожные испытания X1R показали его хорошую управляемость, хотя Уэйн Гарднер и жаловался на заднюю подвеску, но ни у кого не было никаких претензий к двигателю, который давал очень полезный диапазон мощности. Халлом отметил, что он стремился к стабильным характеристикам управляемости, что говорит о его желании настроить пригодную для использования на улицах машину, несмотря на экстремальные характеристики X1R. Вскоре к прототипу присоединился второй образец, названный Phase 3 или Titanium. Первый X1R получил название Phase 1, в то время как предполагаемый будущий прототип, включающий конструкцию пневматического клапана, получил бы имя Phase 5. У третьей фазы был короткий ход поршня, диаметр цилиндра 102 мм и ход поршня 61, что давало 996 кубических сантиметров, а название Titan произошло из-за того, что двигатель включал в себя титановые шатуны, клапаны и пружины, которые вместе с несколькими другими изменениями повысили заявленную мощность до 176 лошадиных сил и позволили двигателю намного лучше работать на более высоких оборотах по сравнению с первой фазой. В сочетании с сухим весом мотоциклов 167 кг, этой дополнительной мощности было достаточно, чтобы произвести впечатление на известного журналиста и опытного гонщика Алана Кэткарта, которому посчастливилось прокатиться на Phase 3 вместе с оригинальным X1R в 1998 году и отметить значительный прогресс, до снегнутой крошечной кампании. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Несмотря на ошеломленную реакцию и впечатляющие цифры X1R, нельзя было забывать, что решающим судьбу компании-продуктом Ханбек Халлом была модель BOSS, которая, как ожидалось, составит не менее 60% продаж компании. В отличие от X1R, его хорошо осветили в прессе. И хотя все и отмечали, что машина обладала отличной мощностью и хорошей управляемостью для круизера, она, по большей мере, так и осталась странной выдумкой в поисках своей ниши. У нее были двигатели шасси, которые отлично выполняли свою работу, но ей мешали те самые элементы, которые определяли ее как мотоцикл. Плохая эргономика круизера и странная эстетика. Вскоре бизнес-модель Ханбек Халлом дала сбой. Чрезмерно амбициозный план по немедленному выходу на несколько зарубежных рынков, а также прогнозируемую цену от 30 до 40 тысяч австралийских долларов, оказался невыполнимой целью. Все остановилось на том, что компания ставила слишком высокие цели, учитывая их текущую ситуацию, и очень скоро у них возникли трудности с финансированием. Еще больше усложнял ситуацию тот факт, что компания была разделена на две производственные базы, одна из которых располагалась в Мельбурне, а другая в Сиднее. Офис в Сиднее, расположенный недалеко от дилерской сети Ханвик Экшн, был операционным центром компании. Тем временем в Мельбурне располагалась мастерская Халлома, где Пул работал над проектными эскизами и обработкой прототипов на ранних этапах проекта. Значительное расстояние в тысячу километров между двумя участками усложняло процесс, так как эскизы и детали перемещались туда и обратно между местами, часто самим полом. Большие проблемы возникли, когда дизайн Халлома изменился без его разрешения в Сиднее, во время его отсутствия. Эта ситуация достигла пика, когда была построена нейкед-версия мотоцикла. В то время как боссы первые 2Х1R были собраны в мастерской Халлома, Рейдж был собран в Сиднее без его участия и показан публике без его ведома. Представленный прессе в едва законченном состоянии, с небрежным обвесом и торчащим в сторону оборудования, произвел крайне негативное впечатление. Обозреватели не были впечатлены, несмотря на предполагаемые характеристики. Местная пресса хвалила машину, а британские писатели, не стесняясь, высмеивали машину. Этот ход вызвал настоящий раскол внутри компании. Таким образом, в 2000 году Пол Халлом покинул компанию. И Ханвик Халлом переродился в Ханвика Харраппа. Но это уже, как говорится, совсем другая, неинтересная история. Пол продолжил строить двигатели вместе со своим братом Эндрю, а Фрэнк Халлом и сыны в Джилонге после смерти Халлома-старшего теперь носят название Халлом Бойс. Сейчас Халлом кажется наиболее известен своей работой по настройке двигателей Харлей Дэвидсон, кажущимся довольно ироничным поворотом судьбы после его работы над тем, что якобы должно было стать убийцей Харлея. То, что могло стать рождением уникального австралийского продукта, превратилось в пример разбитых мечтаний и мрачных реалий рынка, где независимо от того, насколько хорош ваш продукт, вы все равно должны уметь его производить и продавать. Требования рынка часто идут вразрез с развитием инноваций. Новаторские конструкторские работы Пола Халлома и его попытка продвинуть вперед конструкцию двигателей и шасси оказались трагически недооцененными. Особенно в свете последних достижений в конструкции мотоциклов, которые перекликаются с идеями, которые он разрабатывал еще в середине 90-х. Как вы думаете, что сказал бы ваш отец о мотоцикле, дожив бы до этого дня? Я думаю, он сказал бы, отличная работа, сын. Отличная работа. В сегодняшнем сюжете, который можно было бы назвать «Черт возьми, вы серьезно?», я поведаю вам о том, как некая компания Айзенберг в недавнем времени принимала заказы на мотоцикл с двигателем V8 объемом 3 литра и мощностью более 480 лошадиных сил. Основатель компании, Зеф Айзенберг, наиболее известен своими рекордами наземной скорости. Но он еще и в некотором роде сумасшедший ученый, когда дело касается постройки мотоциклов. И это его самый безумный проект. Зеф Айзенберг Для начала, что такое мотоцикл с V8 и почему Зеф, вероятно, построил лучшие из них? Взять, к примеру, Босс Хос, как самый известный мотоцикл с V8. Вы видели его размеры. А вес? Его мощность уже не кажется такой впечатляющей в соотношении к его монструозному весу. Есть еще более безумный вариант – рапом с надувным V8 на 1000 лошадиных сил. Еще более мощный, огромный и нелепый. И да, мотоцикл с двигателем от Монстр Трака – это уже точно перебор. Наиболее компактным из таковых был гоночный мото-гутс из далеких 60-х. Тогда он натурально пугал своих пилотов, на годы опережал подвески, тормоза и умения гонщиков. Наиболее удачные, пригодные для использования на дорогах мотоциклы с конфигурацией V8, обычно прекрасно подходящим для больших внедорожников или заряженных бизнес-седанов, были построены в Австралии. Гений Ян Дрисдейл построил несколько удивительных самодельных мотоциклов, в том числе серию мотоциклов с двигателями V8, объемом на 750 и 1000 кубических сантиметров. PGM с их V8 также отлично показали себя, втиснув двухлитровый двигатель V8 из двух двигателей Yamaha R1 с пиковыми оборотами в 12800 оборотов в минуту в решетчатую раму, сняв с него 334 лошадиные силы и каким-то образом сохранив снаряженный вес в 242 килограмма. ZEV поступил похожим с PGM образом, собрав Street Fighter весом 280 килограммов и мощностью в 480 лошадиных сил на обычном топливе и 500 на высокооктановом. Мало того, что получившийся мотоцикл обладает рекордным соотношением мощности к весу в 1,78 лошадиных сил на килограмм, так он еще и ведет себя и выглядит как обычный мотоцикл. Очень гармоничный и технологичный мотоцикл. ZEV Айзенберг, основатель гоночной команды Mad Max, не просто так построил такой сумасшедший мотоцикл. Новаторский дух британца ранее уже приводил его неоднократно к значительным результатам скоростных заездах. За ним рекорд самого быстрого газотурбинного мотоцикла, рекорды самого быстрого заезда по песку на 2 и 4 колесах. Айзенберг V8 также был задействован установке очередного рекорда, но об этом чуть позже. Это также огромный поклонник ТТ Острова Мэн. ZEV спонсировал гонщика Дейли Мэтисона в трех ТТ Зерос с большими надеждами на 2019 год на электрическом мотоцикле Ноттингемского университета. Однако Мэдисон погиб в гонке за день до того, как должен был выступить. Чтобы почтить память Дейли, ZEV модернизировал байк, установив на нем 4 мировых рекорда скорости в сентябре 2019 года. Вне гонок ZEV оставался заядлым бизнесменом. В 90-х у него была своя фирма спортивного питания. Он занимался бодибилдингом долгое время. В июле 2019 года была открыта Мэдмакс Пицца. А еще он закончил серийный проект Айзенберг V8. Его мастерство в командных видах спорта, в личных гонках и в построении мототехники было настолько велико, что в октябре 2019 года он был награжден медалью Симса за выдающийся вклад в автомобильные инновации, в том числе и за Айзенберг V8. Айзенберг построил эту штуку с нуля, работая с одним из ведущих конструкторов двигателя Великобритании, чтобы произвести компактный плоский V8 с максимальными оборотами в 11 тысяч оборотов в минуту, который имеет больше общего с силовой установкой Феррари, чем с низкооборотистыми американскими моторами Босс Хос. Мотор весит всего 88 килограмм. Вот, послушайте и представьте себе эту штуку у вас между ног. Компания RPE, Radical Precision Engines, что в переводе радикальные высокоточные двигатели, базируются на доработке некоторых серийных двигателей и постройке на их базе уникальных моторов. Так, на их сайте можно найти информацию о доработанном полторалитровом двигателе Хаябусы мощностью свыше 220 лошадиных сил и 2,7 литровом V8 из двух двигателей Хаябусы с отдачей в 430 лошадиных сил и которая весит всего на 22 килограмма больше, чем стоковый двигатель Бусы, 105 килограммов. Именно на последний положил свой глаз Зев. Совместно они построили еще один вариант V8 объемом 3000 кубических сантиметров и с отдачей 480 лошадиных сил на обычном топливе и 500 на высокооктановом. Но самое интересное, что по их заявлениям им удалось добиться веса двигателя в 88 килограммов, что всего на 5 килограммов больше стоковой четверки Хаябусы. Айзендерг V8 Айзендерг V8 Зев оснащен 8-ю независимыми дроссельными заслонками Genvis, изменяемой геометрией, обеспечивающими лучший воздушный поток и реакцию на ручку газа. Заслонки контролируются специальным блоком управления от Motec. Присутствуют режимы работы, ограничивающие мощность двигателя, отключающие, например, половину его цилиндров. Так, в режиме дождя мощность снижается до смешных 240 лошадиных сил. Всего-то 240 лошадей в дождь. Кроме того, опытные гонщики получат специальный красный ключ, который при активации позволяет полностью контролировать Айзендерг V8 без электронного вмешательства. На разработку специальной шестиступенчатой коробки передач ушло более двух лет. И как утверждает Айзендерг, коробка передач была протестирована на стенде и запатентована. Чтобы поддерживать такую высокую мощность, коробка передач оснащена некоторыми специальными элементами, такими как заменяемые первичные передачи, которые мы видим на гоночных прототипах MotoGP. Из-за высокого крутящего момента двигателя и его положения в шасси мотоцикла возникла проблема. По этой причине коробка передач имеет сбалансированное центробежное сцепление. По факту сцепление вращается в обратном направлении от коленвала, что снижает вибрации. По словам Зефа, вибрации настолько низкие, что можно положить монетку на блок, и она не упадет. Кроме того, мотоцикл имеет концентрическую конструкцию маятника с геометрией, предотвращающей приседания, чтобы уменьшить проблемы с натяжением цепи. Ведь здесь используется менее прочная 530-я, а не более тяжелая 630-я. Благодаря ей уровень трения снижается, и двигатель не теряет мощности. Сам по себе маятник сделан с использованием ЧПУ и алюминиевых заготовок, с которых срезают несколько килограммов, чтобы снизить вес мотоцикла. Мотоцикл, в целом особенно вокруг двигателя, был спроектирован таким образом, чтобы выдерживать полную нагрузку на раму и трансмиссию. Настоящая работа и проблема возникли с того момента, когда команда осознала весь объем работы, необходимый для снижения нагрева. Это серьезная проблема. Чтобы справиться с ней, они поставили маленький радиатор под сидение, который предназначен для езды на низких скоростях, а также большой спереди для езды на высоких. Основной радиатор устроен таким образом, что практически не влияет на аэродинамику. В этом им помогли ProDrive, проведя полную вычислительную гидродинамику и анализ потока воды и воздуха вокруг двигателя. В остальном, как вы можете себе представить, в комплекте с таким байком идет множество деталей высочайшего качества, включая карбоновые колеса BST, нестандартный амортизатор Nitron, тормоза ISR и изготовленный на заказ выхлоп с керамическим покрытием от Akrapovic. На мотоцикле также установлен мультимедийный экран с полным регистратором данных и доступом в интернет. С такой мощностью смело можно ожидать серьезной максимальной скорости. Во время некоторых испытаний двигателя, Aisenberg V8 разогнался до 333 км в час. ZEV утверждает, что байк способен развить максимальную скорость в 362 км в час. И это все без использования турбонагнетателя, из-за киси азота и обтекателя. Кроме того, добавив обтекатель, максимальная скорость может увеличиться до 402 км в час. А это просто возмутительно для мотоцикла, пригодного для использования на дорогах общего пользования. Мотоцикл прошел через стендовые испытания двигателя и дорожные испытания, чтобы убедиться, что серийный мотоцикл обеспечивает плавное сцепление, управляемость, исправную работу коробки передач, ходовые качества охлаждения, двигателя и так далее. В этом им помогли британские гиганты автоспорта ProDrive, помогая Айзенбергу на заключительных этапах одобрения регулирующих органов. Заказы, кстати, принимаются только от гонщиков, которые умеют управлять мощностью, с приглашениями на эксклюзивные мероприятия. Мотоцикл должны были начать производить в 2020 году, цена ожидалась заоблачная – 150 тысяч фунтов стерлингов. Но начали ли – непонятно. В том же году Зеф Айзенберг трагически погиб в аварии на автомобиле во время очередной попытки рекорда скорости. Сайт компании висит полупустым, и о объемах производства ничего неизвестно. Скорее всего, мы еще увидим тест-драйвы этих феноменальных мотоциклов, ведь у получившегося продукта бешеный звук, сравнимый разве что с гоночными болидами Формулы 1, прекрасно сконструированное шасси и ни с чем не сравнимое ускорение при такой-то энерговооруженности. Другими словами, все, за что люди любят мотоциклы. Дэниэль Фишер, гонщик AMA Superbike, увидел возможность заполнить пробел на рынке среднекубаторных спортбайков, дать энтузиастам достойную экзотику, представив первый в мире мотоцикл с моноблочной рамой, а также создать исконно американский спортивный мотоцикл, который мог бы составить конкуренцию японцам в их собственной игре, с хорошими характеристиками, хорошим качеством и хорошей ценой. Произведенный в Америке Фишер MRX станет кульминацией нескольких лет проб, ошибок, неудач и масштабных разработок. Результатом стал мотоцикл с откровенно спорным внешним видом, но о котором энтузиасты тосковали много лет. Производительный двухцилиндровый суперспорт с уникальной в своем роде рамой, который был идеален во всем, кроме внешности. Допустим, вы хотите купить двухцилиндровый среднекубатурный спортбайк. Подумайте на мгновение, сколько у вас вариантов. Нет, только не Ducati 848. Он был бы в категории супербайков до тех пор, пока не изменили бы правила гонок. Kawasaki Ninja 650 и его прямой конкурент SV650 от Suzuki вряд ли можно назвать спортивными мотоциклами, поскольку они нацелены на начинающих и не имеют надлежащей подвески из коробки. Подумайте хорошенько, и вы поймете, что рынка двухцилиндровых спортивных мотоциклов практически не существовало, несмотря на постоянное обормотание и вялые требования со стороны тех призрачных фигур, которых постоянно называют энтузиастами. В течение последних 20 лет, если вам нужен был маленький, легкий, приятный в управлении, но не мощный двухцилиндровый аппарат в проворном шасси, вы выбрали бы Suzuki SV650 и быстро модернизировали стандартную подвеску и тормоза. Это сейчас рынок наконец-то готов, и стали появляться такие модели, как Aprilia RS660, KTM RC8C и Yamaha R7. Прошу не спутать с ультраредкой R7 OW07, выпуска которой уже был на канале. Речь идет о последних двух десятилетиях. Это был 2001 год, и Дэниэль Фишер, гонщик AMA и бывший участник Aprilia Cup из Чигага, штат Иллинойс, задумал спортбайк американского производства. Конкуренции действительно не было. Уолтер Эрик все еще возился с прототипом и не представил свой злополучный V-Royer до 2007 года. Эрик Бьюэлл трудился под каблуком Харли, ограничиваясь апотечной дилерской сетью и использованием устаревших спорстеров. Его современный двигатель Helicon появится только в 2008 году, всего за несколько месяцев до того, как его компания разорилась из-за экономического спада. Таким образом, на рынке образовался огромный пробел, который Фишер надеялся заполнить продуктом, произведенным в США, который затронет обычные патриотические американские чувства. Это был бы современный спортбайк, который оживил бы застоянную американскую мотоциклетную промышленность. И изначально МРХ не начинался как доступный спортивный мотоцикл. Он задумывался как попытка запустить производство настоящего американского супербайка, который мог бы надрать задницу большим мальчикам из Азии и Европы, жуя жвачку. Концепция Фишер МР, названная в честь сына Дэна, Мерсера, заключалась в создании современного шасси на базе существующего двигателя. Первым выбором был V-образный двухцилиндровый двигатель Rotax V990 с углом развала в 60 градусов, который вы, возможно, помните по таким мотоциклам, как Апрелия Милли и Туона. Таким образом, прототипы будут называться МР-1000. Фишер утверждал, что V-образная двойка попала на борт совершенно случайно. Rotax связались с ним после того, как он разместил объявление о разыскиваемом варианте в объявлениях AMA в 2001 году. Известная инженерная фирма из Висконсина, Gemini Technology Systems, которая разработала получившую признание раму Harley Davidson VR-1000, разработала новую платформу на основе своего опыта в гонках супербайка с добавлением ноу-хау MotoGP. Самое интересное, что внешний вид нарисовал авторитетный дизайнер с более чем 30-летним опытом, Глинкер. Его дизайн получило множество действительно красивых мотоциклов именитых брендов. Например, Lightning LS218. И тут такое. Честно говоря, Фишер похож на унылую китайскую реплику Honda CBR 600RR со скутерным двигателем из первой половины 2000-х. Это откровенно не дотягивает до уровня многих мотоциклов из поднебесной наших дней. Он кажется каким-то игрушечным, ненастоящим. А подседельный выпуск выглядит как что-то инородное, установленное в попыхах. Но на это можно и нужно закрывать глаза, ведь в остальном байк изумителен. Производство планировали начать где-то в 2004 году. А некоторые многообещающие опытно-конструкторские работы были выполнены в течение 2003-го, когда в производство были включены несколько прототипов. К сожалению, было небольшое возражение Апрелия против того, что Rotax предложила для Фишер то, что они считали своим двигателем. В-990 был единственным большим четырехтактным двухцилиндровым двигателем в линейке Rotax на тот момент. И Апрелия считала его своей собственной разработкой. Они были единственной компанией, использовавшей его, и хотели остаться таковыми. Они определенно не хотели, чтобы его использовал начинающий конкурент. Почему же Апрелия не подняли шуму в 2006 году, когда давний партнер Rotax BRP запихнул тот же мотор в свой тупой Can-Am Spider? Скорее всего, Апрелия не увидела угрозы в канадском трайке, нацеленном на водителей снегоходов. Оказалось, что Фишер был преждевременно привязан к Rotax, который истребительно предложил свой двигатель для его проекта и ни разу не намекнул, что ему, возможно, не разрешат использовать В-990 в производстве, и как только Апрелия повысила голос, Фишер был отрезан. MR1000 умер, будучи готовым к производству, но Фишер продолжал действовать. Несмотря на потери австрийского сердца, шасси MR стала хорошей отправной точкой для дальнейшего развития и пересадки двигателей. Gemini разработала для Фишера уникальную конструкцию рамы из литого сплава с производственным участием Caterpillar, которую они назвали Trellis Park. На первый взгляд легко подумать, что широкие плоские лонжероны – это обычная полая двухбалочная диагональная рама. Но на самом деле рама представляет собой совершенно уникальную конструкцию, которая была первой моноблочной рамой, когда-либо предлагавшейся на серийной машине. Если вы внимательно посмотрите на большинство производственных рам, то вы заметите, что они состоят из нескольких литых секций, сваренных вместе. Конструкция Фишер устраняет необходимость в нескольких частях и добавляет бонус в виде строго контролируемой жесткости. Подрамник был спроектирован аналогичным образом, чтобы сократить количество производственных операций. Решетка – часть прозвища Trellis Park относится к внутренней ее структуре, которая имеет треугольные ребра, встроенные во внутреннюю часть балок. Фишер утверждал, что эта гибридная конструкция предлагает лучшие из обоих миров – жесткость и легкий вес диагональной рамы с контролируемым изгибом решетчатой. Дело в том, что рама мотоцикла должна обладать нормированной жесткостью. И вот почему. Представим себе мотоцикл в наклоненном положении. Если скорость прохождения поворота достаточно велика, то может возникнуть ситуация, когда и передняя, и задняя подвески под воздействием центробежной силы сожмутся на 100%. Если так произойдет, то любая маломальски выступающая из плоскости асфальта кочка приведет к потере сцепления колес с дорогой и к занусу мотоцикла, или его падению. Но даже если подвеска сжата не полностью, вектор силы, приложенный к колесу в повороте, направлен не точно в направлении сжатия подвески, а под определенным углом. С такими силами вилки и маятнику справиться трудно, ведь они рассчитаны на работу только в направлении своего хода. Поэтому жесткость рамы на изгиб можно увеличить только до определенного предела, чтобы она взяла на себя роль своеобразной пружины и поглощала жесткие боковые нагрузки, с которыми не справится подвеска. Более того, увеличение жесткости рамы часто влечет ее утяжеление, а избыточный вес – наш враг. Последнее против чрезмерной жесткости – опасность утратить чувство мотоцикла или иначе потерять информативность. Дело в том, что пилот ощущает, как мотоцикл держит дорогу при езде именно благодаря колебаниям, возникающим в нагруженном шасси. Если раму сделать излишне жесткой, то часть колебаний исчезнет, или амплитуда их уменьшится, и гонщику станет труднее распознать грань сцепления резины с асфальтом. С другой стороны, все мы прекрасно знаем, что происходит, если рама слишком гибкая. Ухудшается управляемость, мотоцикл приобретает тенденцию к воблингу, точное управление становится задачей трудновыполнимой. И вот получается, что в отличие от автомобиля, в котором чем жестче шасси, тем лучше, жесткость рамы мотоцикла должна быть предельно оптимальной, на уровне золотой середины. Фишер постарались создать идеальный баланс жесткости и гибкости для обеспечения исключительной управляемости. И по большинству оценок, им удалось построить отличное шасси. Это все хорошо, но без двигателя АМР собирался стать просто хорошо спроектированной заготовкой. Хью Сонг, южнокорейский производитель мотоциклов и скутеров малого объема, выпустил на рынок свой первый взрослый мотоцикл в 2004 году в виде моделей Comet и GT650. Тогда много шума было вызвано тем, что этот новичок оказался братом-близнецом Сузуки SV650. Ходились слухи, что Хью Сонг занимались сборкой и производством компонентов Сузуки, предлагаемых на аутсорсинг. Другие утверждали, что Хью Сонг переменил одного, а может быть и несколько инженеров, которые работали над SV650, что звучит немного странно, потому что 650 был построен на базе 400-кубового двигателя и не был разработан с чистого листа. Как бы то ни было, сходство между Сузуки и корейским новичком было заметным. Оба были современными 90-градусными V-образными двухцилиндровыми двигателями объемом 650 кубических сантиметров, с сыплым приводом, двумя верхними распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр. Оба имели жидкостное охлаждение, шестиступенчатую трансмиссию, и их показатели мощности были очень близки. Однако, вопреки распространенному мифу, двигатель Хью Сонг не является точной копией или обновленным двигателем SV. Диаметр цилиндра и ход поршня различаются. Это совершенно разный дизайн, и у них нет общих деталей. Фишер видел двигатель Хью Сонг как экономичную альтернативу, а Хью Сонг оказался готовым партнером. Хью Сонг могли предоставить компании готовый, надежный и приятный двигатель, который они могли бы установить в свою прекрасную раму. Любые другие необходимые мелочи также можно было украсть у корейского донора, что снизило бы общие расходы и снизило бы розничную цену. Внезапно лучший в мире спортбайк превратился в суперспорт с ограниченным бюджетом. И Фишер изменил маркетинг в соответствии с новым направлением. Это все еще должна была быть машина американского производства, или по крайней мере американской сборки. Но теперь она будет идти в ногу с азиатскими производителями, высококонкурентной, спортивной категорией среднего веса. Это будет доступная экзотика. Компания подчеркнула бы качество компонентов и разработок Фишер, предлагая цену, сопоставимую с серийно производимыми вариантами, но с лучшим соотношением цены и качества. MR1000 теперь назывался MRX650. Двигатель Хьюсон был оставлен более-менее без изменений, но в нем появился функциональный воздухозаборник между фарами и полная выхлопная система производства Micron. Пиковая мощность была заявлена на уровне около 80 лошадиных сил с учетом инерционного наддува, что является той же цифрой, которую Хьюсон заявил для своих стандартных GT650, хотя цифра Хьюсона обычно оказывалась очень оптимистичной в реальных испытаниях. Прототип с наддувом был построен в качестве испытательного стенда для возможной будущей модели с принудительной индукцией. Идея заключалась в том, что модель с наддувом будет флагманской машиной, построенной вместо модели с большим рабочим объемом. Производство было наложено на предприятии в Покомоке, штат Мэриленд. Первый прототип MRX был показан с вилкой и амортизатором Erlens и радиальными тормозами Brembo, но в серийной версии от модных тормозов и передней части отказались в пользу более скромного оборудования. Теперь вилка представляла собой перевернутые 43-мм элементы, взятые в Хьюсон GT650R с регулировкой предварительного натяга сжатия от боя. Фишер заявил, что в корейские вилки были внесены некоторые внутренние изменения для улучшения контроля. Тормозные диски, колеса и суппорты были прямо от Комет, но были модернизированы тормозными магистралями из нержавеющей стали и передним главным цилиндром Brembo. Передние суппорты Brembo были необязательными, но по-видимому стали стандартными для более поздних версий. Заявленный сухой вес составлял 180 кг. Серийный MRX сохранил задний амортизатор Eolens, который стал ключевым маркетинговым элементом для Фишер и одним из самых примечательных элементов мотоцикла. Высокоразвитая американская рама и маятник, к сожалению, не были замечены большинством людей, которые предпочитали пускать слюни перед причудливым шведским амортизатором. В то время как большинство людей были удивлены, обнаружив Eolens на машине стоимостью менее 10 тысяч долларов, Стоит отметить, что Eolens производит большую серию амортизаторов, варьирующихся от средних кайловеров с базовыми настройками за несколько сотен долларов, вплоть до гоночных амортизаторов спецификаций World Superbike, которые стоят дороже, чем средний поддержанный автомобиль. Угадайте, какой из двух был у MRX? К 2006 году прототипы близкие к производству были отправлены в прессу, и Алан Кэткарт написал заметный обзор, опубликованный в декабрьском выпуске журнала MotorCyclist за 2006 год. Он похвалил новую машину. Кэткарт отметил несколько незначительных недостатков, но в целом был впечатлен производительностью и качеством новаторского бренда, добавив несколько фраз, чтобы укрепить имидж, сделанный в Америке. В конце 2006 года Фишер поставил около 20 машин своим первым покупателем, но до полномасштабного производства было ещё далеко. На 2007 год было запланировано всего 50 машин, и в последующие годы производство должно было неуклонно увеличиваться, до более 1000 машин в год после того, как производство, сбыт и дилерская сеть были бы организованы должным образом. Были предложены модернизированные модели R, а также ряд вариантов для усовершенствования MRX на заводе с помощью множества хитрых и дорогих деталей. Вы могли легко перевалить цену на MRX почти за 20 тысяч долларов, что убило бы всю выгодную сторону мотоцикла, но дало возможность адаптировать машину к вашим пожеланиям прямо на заводе. Затем случился 2008 год. Бутик-бренды по всему миру рухнули, дилерской сети не было, поэтому компания полагалась на прямые заказы. Разработка была ограничена, и машина оставалась более или менее неизменной, в то время как идея надувного двигателя была отброшена, как и планы по модели с большим рабочим объёмом. Любопытно то, что несмотря на заявление о поставке 20 машин в 2006 году и построении не менее 50 в 2007, Fisher MRX номер 1 был доставлен заказчику в Миннесоте в 2009 году. В 2010-м была анонсирована обновлённая модель MRX 650L, которая по сути представляла собой стандартный MRX с заниженным сидением. Тем временем маркетинг был в застое, если не считать странных пресс-релизов, а веб-сайт продолжал выглядеть ужасно устаревшим. Несмотря на то, что продукт был многообещающим и имел за собой серьёзную инженерию, попытка компании продать MRX была ужасной. Бренд быстро растворился в безызвестности. После того, как первоначальный энтузиазм утих, на форумах в обсуждениях стали появляться типичные критические замечания энтузиастов. Большинство людей оттолкнуло использование двигателя Хьюсон, который особо не имел хорошей репутации. И многие ставили под сомнение использование карбюраторов на современной машине. Особенно учитывая, что Хьюсон Комет к тому моменту перешла на впрыск топлива. Спортсмены смеялись над понятием суперспорт мощностью 80 лошадиных сил и вслух задавались вопросом, что случилось с обещанием версии Снадун. Повторяющийся комментарий заключался в том, что было бы разумнее купить S-V650 и использовать оставшиеся деньги, чтобы внести в него некоторые обновления. Это красноречиво свидетельствует о том, как сложно было выйти на такой рынок с помощью совершенно новой машины, независимо от того, насколько привлекательным и справедливым он был в цене. В тех редких случаях, когда людям удавалось увидеть и прокатиться на Фишер, большинство отметило, что качество компонентов оставляло желать лучшего, особенно тех частей, которые были украдены из Комет. Немногие, оказалось, разглядели патриотизм, особенно с учетом количества южнокорейских деталей, которые были прикручены к MRX. С другой стороны, никто особо не жаловался на цену или уровень стандартного оборудования, и те, кто действительно ездил на них, отметили, что управляемость была отличной, а двигатель – годным для повседневной езды, если не впечатляюще мощным. Скептицизм – серьезное препятствие, когда дело доходит до продажи мотоциклов. Даже если продукт и конкурентоспособный, мотоциклисты могут быть непостоянной и глубоко укоренившейся группой, которая вряд ли выберет непроверенный бренд. К 2012 году на главной странице веб-сайта компании было размещено небольшое объявление. MRX распроданы и больше не производятся. Следите за новостями. Никаких дополнительных подробностей не сообщается. Продолжение следует... Продолжение следует... Дэн Фишер постарался построить полностью американский супербайк и в итоге создал любопытный суперспорт, который отвечал на призывы энтузиастов, желающих получить легкий, маневренный, высокотехнологичный спортивный мотоцикл с дружелюбным двигателем. К несчастью для Фишер, то, чего по утверждениям гонщиков они хотят, и то, что люди на самом деле будут покупать, это две совершенно разные вещи. И MRX 650 боролся с серьезной конкуренцией, общим скептицизмом, плохим маркетингом и преобладающим апатичным отношением к машине с южнокорейским двигателем и странным дизайном. В этих метаниях и спорах все буквально распрощались с возможностью получить действительно уникальный мотоцикл. Мотоцикл с определенной изюминкой, словом, настоящий экзотический байк, который редко, да что уж там, никогда не будет стоить вменяемых денег. Показанный в 2015 году нынешний флагман компании Kawasaki, Ninja H2R, своими достижениями затмил всю мотоиндустрию. Но знали ли вы, что практически в одно и то же время с ним в широкой публике был представлен мотоцикл, разработанный и построенный австралийским инженером с более чем 20-ти летним опытом работ в MotoGP, VSBK и Formula 1? PGM – мотоцикл, на который ушло 7 лет разработки. Он оснащен высокооборотистым двухлитровым двигателем V8, построенным на базе двух двигателей Yamaha R1, пиковая мощность которого достигает 334 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 214 ньютонометров. Фактически, это самый мощный серийный мотоцикл в мире, и сегодня мы поближе познакомимся с ним и попробуем сравнить его с культовым H2R. ПОДПИСМЕНТЫ Пол Мелани – опытный австралийский инженер, создатель идеи и владелец бренда. Собрал команду из еще трех не менее опытных специалистов. Клейтон Стайрмент – специалист в области разработки и постройки двигателей. Невил Хейзлман – мастер с более чем 40-летним опытом в подготовке двигателей, в частности VSBK. И Шон Ашейн – человек с опытом в тюнинге и подготовке гоночных мотоциклов. Вместе они родили на свет этот двигатель. Но почему именно V8? Ответ на этот вопрос дает сам Пол. Итак, вы утверждаете, что это самый мощный серийный мотоцикл? Да. И могли бы вы немного рассказать о нем? Хорошо. Двигатель создан полностью с нуля. Это двухлитровый V8. То есть вы создавали именно V8? Два литровых. Два литровых двигателя Ямаха R1. Хорошо. Он производит 334 лошадиных силы и 214 ньютон-метров крутящего. И полностью потенциал этого мотоцикла пока не раскрыт, так как никто не может открутить ручку газа на более чем 30%. Это нереально. Нереально? Саднее колесо проскальзывает на скорости 200 км в час на шестой передаче. То есть вы говорите, что на шестой передаче мы можем получить бернаут? Да, да, проскальзывающее колесо на шестой передаче на скорости 200 км в час. Крутящий просто феноменален. А как вы сравниваете ваш мотоцикл с такими байками, как, например, H2R? Видите ли, во-первых, у H2R один литр на четыре цилиндра и суперчарджер. Да. Это же атмосферный мотор. Если бы мы захотели сделать его надувным, мы бы, вероятно, получили мощность в районе 500-600 лошадиных сил. Но я не заинтересован суперчарджера. Для меня лично это читерство, мошенничество. То есть мошенничество? Да, суперчарджеры, турбины, вы просто ставите их. Каждый может сделать это. Но добиться этого с нуля требует немного большего. Не поймите меня неправильно. Все это вполне законные пути. Но все же это не то. Пол прекрасно понимал, чтобы получить большую мощность, нужно либо надувать мотор, либо строить злой атмосферник. И он выбрал более интересный путь. Вместе с тремя мастерами он создает этот производительный двигатель. И, как утверждает сам, 334 лошадиные силы – это не предел. По его словам, с него с легкостью можно снять 400. И вы только послушайте этот звук. Да, так звучит оборотистый V8. И теперь пару слов о технической части мотоцикла. Двигатель 8-цилиндровый V-образный с рабочим объемом 1996 кубических сантиметров с 5 клапанами на цилиндр. Коленвал изготовлен при высокой температуре из стали EN36. Питает двигатель 45-миллиметровые дроссельные заслонки Микуней. Мотек поставляет мозги и соответствующее программное обеспечение для этого мотоцикла. Как мы уже говорили, мотор производит 334 лошадиные силы при 12800 оборотах в минуту и 214 ньютонометров крутящего момента при 9500 оборотах. Коробка передач на 6 ступеней. Подвеска от Ölens и тормоза Brembo. PGM очень требовательны к качеству своей продукции, поэтому практически все детали изготовлены из алюминия, что обеспечивает прочность, долговечность и высокую производительность. Рама изготовлена из хромомолибденового сплава. Установлены кованые алюминиевые диски марциссини. Внешний облик мотоцикла полностью изготовлен из карбона. И, наконец, полностью титановый выхлоп от Акропович. Все это для компенсации сравнительно тяжелого V8. Вес мотоцикла со всеми жидкостями с полным баком равняется 242 килограмм, что всего на 26 килограмм больше, чем у H2R. Напомним, что H2R это трековый монстр, который не допускается на дороге общего пользования, а BGM является представителем класса Naked. И да, сравнивать их между собой дело неблагодарное, скажем так, но уж больно близки их технические характеристики. И когда речь заходит о вопросе максимальной скорости, то производитель дает в ответ определенный слоган, коим также и является и маркетинговый ход компании, и звучит он следующим образом. Все зависит от того, насколько ты храбр. И звучит это, должен сказать, как минимум неплохо. И вот что по этому поводу говорит сам Пол. Есть ли какие-нибудь отчеты о максимальной скорости вашего мотоцикла? Ну, опять же, как видите, это Naked. И проблема Naked'а в том, что максимальная скорость ограничена ввиду большого коэффициента сопротивления воздуха. Мы не преследуем максимальную скорость как цель. Если вы сделаете для него обтекатель, то 350 км в час он поедет наверняка. Да и почему нет, собственно? Для максимальной скорости нужны две вещи. Это соотношение мощности к весу и аэродинамика. Вес у мотоцикла в порядке, остается только добавить обтекатель. Итак, выходит, что наш скрытый антагонист Ninja H2R ненамного тяжелее своего противника, но с другой стороны имеет большую пиковую мощность и ощутимо больше крутящий момент. Но тут опять же о целевом направлении мотоциклов. Один это трековый спортбайк, второй чисто городской Naked, но вряд ли городской, конечно же. А еще подходы к исполнению мотоциклов кардинально разные. Одним занимались целые подразделения, другой же был спроектирован четырьмя человеками. В общем, повторяюсь еще раз, сравнивать эти мотоциклы нельзя в принципе. Но вот на что бы я лично посмотрел, да и думаю, вы тоже, так это на то, насколько PGM может поехать в скоростном заезде. Естественно, под обтекателем. Так что будем следить вместе за судьбой этого монстра. Ах да, чуть не забыл. Существенным минусом этого мотоцикла является его цена. 180 тысяч долларов США. Сегодня в наше время вряд ли кого-нибудь можно удивить большим мотоциклетным двигателем. Но в 60-е годы люди имели немного иное представление о мотоциклах. И полвека назад один немецкий мотоэнтузиаст навсегда изменит видение о мощном и быстром байке, построив мотоцикл с автомобильным двигателем, который позже люди будут называть первым гипербайком. Знакомьтесь с Фридель Мюнч и его мотоцикл Мюнч Мамут или Мамонт. Фридель Мюнч родился 6 января 1927 года в городе Дорн-Ассенхайме. Еще в юношестве Фридель начал увлекаться двухколесной техникой. Сразу же после окончания школы он обучается как автомеханик, после чего в возрасте 17 лет был призван в армию, где благополучно отслужил в качестве слесаря-механика. После войны Мюнч основал небольшую мастерскую в подвале, где он ремонтировал в основном мотоциклы. Фридель брался за самые разные модели и ремонтировал их, чем собственно и заложил основу для будущего существования. В хорошо оборудованной мастерской могли исправить абсолютно все, что попадалось под руку, и лишь трудности с добычей новых запчастей заставляли молодого механика импровизировать. В это же время отец Фриделя управляет представительством Хорекс во Фридберге. Позже Мюнч-младший увлекается гонками и получает дополнительное образование, успев одновременно с этим подготовить свой собственноручно настроенный 500-кубовый Хорекс С5, первой в его жизни гонки. И весной 1948 года он участвует в заезде на Хокенхайм-ринге, где уже в тренировочных заездах показывает среднюю скорость в 147 км в час, чем ошеломляет буквально всех. Но в самом заезде Фридлю везет меньше, и всего после нескольких кругов мотоцикл подводит его. От перегрева попросту заклинил двигатель. Но Мюнч не опускает руки и дорабатывает конструкцию, применив систему смазки с сухим картером, и называет новый двигатель Preficus, что в переводе с немецкого – коварная вещь. Но конкуренты не сидели сложа руки, и теперь мотоциклу Фридля нужно было больше мощности. Старый одноцилиндровый двигатель больше не устраивал Мюнча, и он разрабатывает новую головку блоков цилиндров с двумя распределительными валами нового 500-кубового двухцилиндрового двигателя. Так как эта машина имела мало общего с оригинальным двигателем Хорекс, он назвал его Мюнч Спешл. Но позже, после аварии, Фридль все же покидает гонки и целиком посвящает себя разработке и строительству мотоциклов. Тем не менее, благодаря гонкам люди узнали талантливого конструктора. В 1955 году был маленький перерыв, после чего Фридль получает должность в компании Хорекс в отделе тестирования гонок. Но всего через полгода отказывается от работы, а еще через год компания прекращает выпуск мотоциклов, и Мюнч выкупает все производственное оборудование. К 1964 году Фридль разрабатывает эффективный барабанный тормоз и успешно продает его для гоночных команд. Огромный 12-дюймовый барабан, выполненный из магниевого сплава, по первому же касанию руки мгновенно останавливал все, на чем он стоял. Вот, кстати, пример конструкции Мюнча на мотоцикле от Нортом. К 1966 году уже был готов первый прототип его самого известного мотоцикла Мюнч Мамут – ТТС. В самом начале проекта Фридль рассчитывал на постройку 4-цилиндрового двигателя на базе пары двухцилиндровых Хорекс Император. Идея этого двигателя пришла к нему еще в гоночном отделе Хорекс. Но на деле, столкнувшись с трудностями при постройке и понимая, что гоночный двигатель вряд ли подойдет дорожному мотоциклу, Мюнч отказывается от Хорекс и начинает искать более практичное решение. Основными критериями для которого были мощность, надежность и ремонтопригодность. И кто бы мог подумать, но Фридль находит такой двигатель в небольшом немецком автомобиле NSU Prince 1000. Его двигатель, к слову, имел всего лишь 55 лошадиных сил при рабочем объеме в 1 литр. Но поставив его в мотоциклетную базу, Мюнч получил самый настоящий гипербайк того времени – ультимативный дорожный мотоцикл, доверху напичканный электроникой и к тому же очень быстрый, максимальная скорость которого достигала отметки 225 км в час. В 60-е годы это была просто легальная ракета. Благодаря своему брутальному внешнему виду, на презентации байк сразу же окрестили мамонтом. В целом, мотоцикл был очень технологичным, но отнюдь не стандартным. К примеру, чтобы завести его, требовалось два ключа. Сначала шел правый, который отвечал за головной раздельный свет, габариты и поворотники, а уже левым ключом можно было разбудить мотоцикл посредством стартера. И это напомню в 60-е годы. Мотоцикл обладал таким крутящим моментом, что ни одно колесо не могло выдержать той нагрузки, и Фридель разработал заднее колесо из алюминиевого сплава причудливой формы, которое позже станет визитной карточкой мотоцикла. Кстати, это был первый серийный мотоцикл с легкосплавными дисками, так же, как и первый четырехцилиндровый мотоцикл, увидевший свет задолго до рядных японцев. Приводная цепь была хорошо смазана и закрыта герметичным корпусом, благодаря чему была защищена от грязи и воды, чем, собственно, упрощала эксплуатацию мотоцикла. Для экономии веса рама, вопреки тогдашним канонам, была выполнена не из стали, а из того же магниевого сплава. В общем и целом, мотоцикл был очень качественным и надежным. Он не только выглядел, но и чувствовался настоящим немцем, в конце концов он им и был. Но и стоила эта штука немало. В 60-е годы его цена составляла 4 тысячи долларов, тогда как, например, Харли Дэвидсон стоил около полутора тысяч. Мотоцикл был практически идеальным, за исключением лишь больших гаворитов и веса. Но с другой стороны, байк отлично держал трассу. Большая колесная база вкупе с внушительной массой положительно сказывались на устойчивости мотоцикла. Плюс ко всему, этот байк имел задние амортизаторы от кони и переднюю вилку от британской Рикман или итальянской Сириани. В итоге, мотоцикл Мюнч Маммут ТТС в версии 1967 года имел на борту двигатель с увеличенным объемом до 1200 кубиков и мощностью 88 лошадиных сил. А позже, с доработанным впрыском, эта версия выдавала и все 100 лошадей. Для любителей же пощекотать себе нервы были версии на 1300 кубиков и даже 1400 кубовая турбированная версия с заявленной мощностью в 143 лошади. Несмотря на успех и величие мотоцикла, Фридель Мюнч так и не смог наладить серьезное серийное производство. Он был гениальным инженером, но не очень хорошим бизнесменом. Финансовые трудности были постоянными спутниками Мюнча, что привело его к банкротству в 1971 году. Фридель был вынужден продать все права на свою компанию. 260 лошадиных сил – это выше текущего уровня прототипа MotoGP. Крутящий момент в 300 ньютонометров, как минимум вдвое больше, чем у любого серийного пауэр-круизера сегодня. Все это было доступно еще 15 лет назад в одном серийном мотоцикле. Это второе пришествие амбициозного немецкого конструктора Фриделя Мюнча. Это Мюнч Мамут 2000. Мюнч Мюнч Мюнча. После банкротства компании в 1971 году Фридель неоднократно пытался восстановить производство. В результате чего на свет появлялись новые модели мотоциклов. В период с 1973 по 1977 год Мюнч производит мотоциклы Хорекс 1400. Затем в 1984 году свет увидел Титан 1600. А уже в 1989 году после постройки Титан 2000 Мюнч окончательно решает навсегда отойти от производства мотоциклов. Скорее всего так бы и произошло если бы не один человек по имени Томас Петч. Томас являлся ярым фанатом произведений Мюнча. Следя за судьбой Фридля и его компанией которая переживала как взлеты так и падения. После ее банкротства загорается идея возрождения марки. В его голове строится образ современного мотоцикла со всеми чертами брутальности и монументальности классического Мамонта. Летом 1977 года Томас садится на обратный рейс где к нему подседает один хороший джентльмен. В душевном разговоре с ним Петч заводит тему мотоциклов Мюнч. В ответ на что слышит что Фридель Мюнч сосед этого человека. И Томас не раздумывая спросил его о возможности встретиться с Фридлем. Чуть позже Томас получает звонок в котором узнает что Фридель Мюнч был бы рад познакомиться с ним. Результатом той судьбоносной встречи станет Мюнч Мамут 2000. Второй Мамонт Мюнча даже сегодня спустя 15 лет просто поражает своими характеристиками. Рядный турбированный 4-цилиндровый двигатель построенный на базе 16 клапанной головки цилиндров от Косворд объемом 1998 кубических сантиметров выдает колоссальные 260 лошадиных сил и 295 ньютонометров крутящего момента. При том что пик достигается уже при 3000 оборотах в минуту. Для сравнения самый мощный на сегодня серийный спортбайк или скорее гипербайк Кавасаки H2R имеет в своем арсенале 326 лошадей и 165 ньютонометров крутящего. Триумф Рокет 3 считается одним из наиболее мощных пауэр круизеров сегодня имея 146 лошадиных сил и 221 ньютонометра крутящего. Стоит ли говорить что в начале 2000 этот монстр мог с легкостью расправиться с такими гигантами как Дрозд и Хаябуса. Да что там серийные мотоциклы если на то время даже прототипы MotoGP имели меньшую мощность. И лишь с приходом апреля RC3 Cube в 2002 году и ее пневмопривода ГРМ они достигнут уровня 240-260 лошадиных сил. Сам мотор работал очень мягко и бахатисто. Начинал тянуть уже с 1000 оборотов в минуту. А пиковое значение достигало чуть более 5000. Что совсем не типично для мотоцикла. Но на самом лишь двигателе оригинальность решения не заканчивалась. Сухой вес мотоцикла составлял монструозные 354 килограмма. И это при том что в байке были применены магниевые сплавы и детали из углепластика. В связи с таким весом для лучшей управляемости и передачи мощности в нижней части мотоцикла сразу же за поддоном. Массивный маятник и огромный выхлоп банально не оставляли другого места. Была установлена пара амортизаторов от фирмы White Power. Еще одно из многочисленных исключительных технических решений в этом уникальном мотоцикле. Передняя подвеска состояла из 43-мм перевернутой вилки Eolens. Останавливали всю эту мощь пара 320-мм тормозных дисков. Вкупе с двумя на секундочку 8-поршневыми суппортами спереди. И 280-мм тормозной диск с двухпоршневым суппортом сзади. Взявший на себя ответственность за производство нового Мамонта, Томас Пеш, вдохновленный идеей воскресить марку Мюнш, создал настоящего эксклюзивного, невероятно мощного монстра, укоротить которого удавалось далеко не всем. Журналисты, которым посчастливилось сделать тест-драйв этого мотоцикла, отзывались о нем следующим образом. Двигатель этого мотоцикла это нечто невоображаемое. Уже при 3000 оборотах в минуту выходная мощность сравнима метеориту. Диаграмма производительности должна быть похожа на небоскреб. Мне советовали дать полный газ. Что? Полный? Полностью открутить ручку газа, наверное, можно, если наглотаться успокоительный, хорошо изучить мотоцикл, и то где-нибудь, где много места и желательно по прямой. Ведь в поворотах эта штука очень непредсказуемая. В те годы никаких трекшн контролев еще и в помине не было. В один момент мне показалось, что пробуксовывает сцепление, но это был задний 200-мм баллон. Вплоть до четвертой передачи мотоцикл оставлял черные полосы на асфальте. Все это при том, что двигатель был дефорсирован с 300 л.с. до 260 и ограничен максимальной скоростью в 250 км в час, так как Пеш посчитал, что и этого будет вполне достаточно. И в принципе он не прогадал. Но, как показало время, второго момента настигла судьба первого. Несмотря на восторг от байка и энтузиазм Томаса, производство оказалось слишком убыточным. Рама, колеса, маятник, сцепление, коробка передач, все разработанное и построено вокруг этого турбомонстра от Косворд, что, конечно же, стоило немалых денег, и что в итоге привело к ценнику в 86 тысяч евро в 2002 году. А позже Петшу и вовсе придется продать несколько экземпляров по двойной цене. В конце концов, в апреле 2002 года предприниматель из Вюрсбурга потянул аварийный тормоз и остановил производство. Всего было построено 15 экземпляров, 8 из которых были проданы. Остальные 7 остались у Томаса Петша. Но, несмотря на неудачи, мотоциклы Великого Мюнч заслуживают нашего внимания не меньше остальных редких и экзотических мотоциклов на нашем канале. Продолжение следует...